Я знаю одно, в Кадыровской Чечне, как вы говорите, я мясо ем каждый день, а когда была Ичкерия, у нас даже муки не было, а чай делали из сахара, жгли на печке и горелый сахар использовали как чай. Арс десиров. Знаешь, когда в Америке была гражданская война между Югом и Севером. Пушкин, Али. Саламу алейкум, скажите, по какой причине вы покинули Грузию? По той причине, что Грузия отказала мне в предоставлении убежища на этапе Министерства по делам беженцев и затем обжалования в суде, тоже было поддержано это решение. Грузия объявила меня персоной нон-грата, то есть противоречащей интересам государства. Ну, я, в общем, вынужден был оттуда уехать. Томсо, подскажи, пожалуйста, можно ли отделиться от России без больших потерь, как это было в прошлые две войны? И сможет ли Чечня существовать без российской власти? Ва алейкум, ас-салам, Мерседес АМГ. Можно ли отделиться от России без больших потерь? Я тебе не могу на это ответить. В теории это, конечно, можно, как бы, но в реальной жизни я не знаю. А вот сможет ли Чечня существовать без российской власти? Ну, конечно, сможет. Ас-салам, алейкум, расскажи нам про себя. Где ты учился? Ты очень грамотный человек, хорошо говоришь на русском. И еще вопрос, откуда у тебя столько информации? Ты сам работаешь или есть помощники? Ва алейкум, ас-салам. Рассказать про себя, где я учился? Я учился, ну, в школах я учился самых разных, но в основное время, где-то с пятого, наверное, по... Да, с пятого по восьмой, включительно, класс. Я учился в сорок первой гимназии. Напротив, Динамо. Поэтому я как бы считаю, что это, наверное, это официально основная школа, в которой я учился. Вот, что касается русского языка, ну, я родился, вырос в Грозном, а те люди, которые, коренные грозненцы, у них никогда не было проблем с русским языком. Потому что было очень много русских людей вокруг. Ну, я никогда не встречал грозненца, который бы плохо говорил на русском языке. Я просто никогда его не встречал. Я имею в виду, грозненца не который там сейчас, там, родился при Кадыровах, там. Это уже совсем другая история. Я имею в виду, тогда восьмидесятые, которые родились. Все говорят хорошо. И до восьмидесятых, разумеется. Все говорят хорошо на русском языке. Так, ас-саламу алейкум, там, салам, брат. Брат, пожалуйста, скажи, что ты думаешь о слухах, что Кадыров хочет земли Дагестана забрать или оккупировать. Алейкум ас-салам. Я думаю, это чушь. Салам, брат Кадыров говорил, что Ахмата убили Ямадаева. Это правда? И почему уничтожили Ямадаева? Нет, это неправда. Кадыров прекрасно знает, кто убил его отца. И он знает, что это не Ямадаева, поверьте мне. Патриот Украины. Привет, Тумсо. Что думаешь про режим в Туркменистане и их диктаторе? Привет. Ну... Честно говоря, он у меня вызывает смех. Этот их диктатор, то, что он там вытворяет. Это смешно. Нет, Тумсо, каратист это Адам Шахидов. А Джамбулат Умаров, между прочим, всегда питается светом мудрости Рамзана. Да, я знаю, я в курсе. Брат, даже если я не могу светиться в плане поддержки тебя, тебя знай, мы с тобой. Держись и береги себя. Питаю светом твоих выпусков. Амин, амин. Аллах, асхалил. Барак Аллаху, фиг, брат. Пусть Аллах воздаст тебе благом. Ногчик ант. Саламу алейкум, брат. Я очередной человек, который питается светом твоих эфиров и как и Джамбокс, который тоже, оказывается, питается светом мудрости Падишаха. Я-то думал, что он такой плотный, чересчур, оказывается, питался чем надо и протеины не нужны. Долго он будет сидеть на своем кресле. Амин. Но если это будет зависеть от него, то, наверное, да, он долго просидит. Но не исключено, что он допустит какую-то фатальную ошибку. Хотя, честно говоря, я ему этого не желаю. Мне, наоборот, хотелось бы, чтобы он там подольше был и радовал нас своими вот этими пламенными речами. Потому что на их фоне как бы он, ну, он интереснее смотрится. Его, его бывает смешно смотреть все вот эти его высказывания, чем слушать вот этих вот людей, которые не могут два-три слова связать. Там, эй-эй-эй, эй-эй-эй-эй-эй-эй. Вот эти вот. Просто мерзко бывает этих людей слушать. А этого можно послушать и посмеяться над тем, что он говорит. Я знаю одно. В Кадыровской Чечне, как вы говорите, я мясо ем каждый день. А когда была Ичкерия, у нас даже муки не было. А чай делали из сахара, жгли на печке, и горелый сахар использовали как чай. Арс десиров. Ты знаешь, когда в Америке была гражданская война между Югом и Севером, и, по-моему, Линкольн, по-моему, да, это был президент Севера. Вообще, если кто не в курсе, война была там, был вопрос отмены рабовладельчества. Север был за отмену рабства, а Юг был за то, чтобы рабы были. И они использовали афроамериканцев в качестве рабов. Это, кстати, было все не так давно, это было отменено в Америке. Так вот, когда была эта война, и тогда президент Юга, я не помню, как его звали, он предъявил такой вот аргумент, какой ты сейчас предъявил. Он сказал, наши рабы живут лучше, чем ваши рабочие. Разница какая была, там были рабочие, то есть им платили за то, что они могли в любое время уволиться, обычно рабочие. А здесь рабы были, которые принадлежали в качестве собственности, и их просто кормили. И вот он говорит, наши, говорит, рабы живут лучше, чем ваши рабочие. На что Авраам Линкольн сказал свои знаменитые слова. Что-то я еще не встречал ни одного рабочего, который хотел бы стать рабом. Удивительно то, что ты, как тебя зовут, Арс Десиров, ты хуже, чем эти рабочие. У тебя нет, у тебя нет того, даже не так, я неправильно выразился, не то, что хуже, они-то нормальные люди. В тебе нет того достоинства, которое есть, которое было у этих рабочих. Знаешь, в тебе этого нет. Ты не понимаешь, что то, что ты ешь мясо, как ты говоришь, ты его ешь, будучи рабом. А лучше для любого достойного человека, лучше есть мушмулу, хамч на чеченском языке, хамч, о котором говорил Дудаев, лучше есть хамч, будучи свободным человеком, не рабом. Я желаю тебе есть мясо каждый день, Арс. Кушай. Кушай каждый день и радуйся этому мясу. Субтитры создавал DimaTorzok